Я бы хотел подключить к нашему разговору Артёма Абинова, раз уж зашла такая речь про арбитраж. Артём Абинов, ведущий аналитик групп компании Телетрейд, с нами на прямой связи находится. Артём, здравствуйте. Даниил, добрый день. Артём, хотелось бы поинтересоваться, у вас как обстоит дело с арбитражем на рынке Форекс? Потому что рынок Форекс очень эффективный, это уж мы знаем. Вот как там построен арбитраж между площадками? Мы же знаем, что Форекс представляет из себя не одну и целую большую комнату, а много всё-таки больших комнат и поменьше, между которыми очень хорошие связи за счёт этого эффективное ценообразование. Конечно же, арбитраж здесь присутствует, ну или по крайней мере отдельные участники бы хотели, чтобы он был, но здесь необходимо понимать, что обычному такому трейдеру он практически недоступен. Да, есть брокеры, которые получают ликвидность чуть раньше, чем другие, и понимая, в какую сторону пошло движение какого-либо актива, можно попытаться получить это же движение на брокере, который получает ликвидность чуть позже. Но надо понимать, что, во-первых, здесь разница идёт на доли секунды, это могут себе позволить исключительно роботы, высокочастотные роботы, которые работают на этом деле. И, конечно же, здесь нужно иметь по возможности подключение к поставщику ликвидности напрямую в каком-то одном месте и при этом торговать в каком-то другом. То есть потенциально, конечно, возможно, но брокер старается подобные вещи, естественно, закрывать, потому что довольно доходная эта вещь, но и технически очень сложно реализуемая. Поэтому можно сказать, что, в общем-то, она существует, но нюансы и частности не так часто встречаются, если уж не совсем сходят на нет. Артём вот упомянул брокеров, по-моему, на Форекс, в общем, банки в основном работают. Есть, конечно, ещё Форекс-дилеры. Вот мы знаем, что, как бы, Форекс-дилеры с лицензией. Артём, вы, наверное, имели в виду всё-таки банки, когда говорили про брокеров? Ну, и банки тоже, ну, естественно, здесь то же самое. Основные-то игроки всё-таки банки. Здесь они являются, да. Основные, конечно, конечно. Но я спрашивал у вас, я спрашивал вас всё-таки не про то, как частному инвестору включиться в эту игру межбанковского рынка. Понятно, что это сделать невозможно. Вот как устроен арбитраж, почему он настолько эффективен? Почему эффективен? Потому что, если мы знаем движение какого-то актива заранее, то есть мы можем, имея данные от кого-то, получить более раннее движение цены, понимание, куда оно идёт. Ну, конечно, это эффективно. Вам существует ситуация 50 на 50, вверх или вниз цена актива. Вы получаете смещение этой вероятности в одну из сторон с очень высокой долей вероятности отработки. Спасибо вам большое, Артём. В этом плане, поэтому он так и эффективен. Спасибо вам, Артём. Артём Абинов, ведущий анализ группы компании «Телетред», был с нами на прямой. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова